Здравствуйте! Вы смотрите программу «Семь минут». Сегодня у нас в гостях главный государственный инспектор по маломерному суду в Рязанской области Станислав Егинов. Здравствуйте! Здравствуйте! Станислав Петрович, лето подходит к концу, уже все меньше солнечных денечков. Давайте подведем предварительные итоги. Каким же был купальный сезон 2013 года? Ну, должен сказать, прежде всего, что этот купальный сезон, он ненамного отличился от прошлого года, хотя по гибели у нас есть динамика. Значит, если прошлый год, первый месяц июня у нас он был попрохладнее, а второй был достаточно жаркий, и в результате у нас и получилось, что за эти два прошлогодних месяца у нас погибло 19 человек. В этом году у нас июнь был тоже достаточно жаркий и не очень, и июль до конца, вот в последние две недели, вода похолодала, погода изменилась, и гибель у нас уже произошло 14 человек. То есть, пять человек разницы в статистике между прошлым и этим годом. Поэтому можно сказать, что, в общем-то, этот купальный сезон, ну, с динамикой прошел, и на пять человек у нас произошло гибели меньше. Вот основные причины гибели? Ну, должен, прежде всего, отметить, что основная причина – это купание в необорудованных и непроверенных местах, и практически 85-87% – это купание в состоянии алкогольного опьянения. Постоянно, то есть, заключение судмедэкспертизы, оно показывает, что в крови до полутора, до двух промиллей алкоголя, когда вытаскивают уже тело из воды. Какие все-таки профилактические работы ведутся для предотвращения подобных случаев? Ну, я должен сказать, что, прежде всего, в этом году у нас со стороны Главного управления МЧС России по Рязанской области был принят и утвержден план стабилизации гибели людей на водных объектах. Значит, каждую пятницу под руководством вице-губернатора проводились селекторные совещания с участием глав муниципальных образований, на которых главы, в которых были допущены гибель, отчитывались о тех мероприятиях, которые были проведены на их территории. Помимо прочего, весь июль, суббота, воскресенье оперативные группы Главного управления, в составе которых были заместители начальника Главного управления, начальники самостоятельных отделов, по всем районам, наиболее неблагоприятным по гибели, выезжали и смотрели в натуре, как происходит, во-первых, патрулирование со стороны местных властей и также состояние водных объектов и состояние тех мест массового отдыха, которые главы муниципальных образований своими постановлениями определили на своих территориях. И каждую пятницу по моему докладу, докладывал я докладную записку в вице-губернатор, который оценивал работу глав муниципальных образований по этим вопросам, и вот все это, я считаю, ну и плюс, естественно, выступления по телевидению было очень много и с моей стороны, и инспекторским составом, и пресс-служба нашего Главного управления, все это вот помогло, я считаю, не только погодные условия, все-таки неназначительно, но снизить гибель в этом году на водных объектах. Вы уже озвучили основную проблему гибели людей, это необорудованные пляжи. Будут ли открываться новые пляжи и сколько их насчитывается в регионе на сегодняшний день? Да, значит, в прошлом году было поручение президента о том, чтобы создавать в субъектах общественные спасательные посты. У нас в Рязанской области принята программа, и на этот год запланировано к открытию 12 общедоступных пляжей, на следующий год 10 и на 15-й 7. То есть за три года и выделены, хотел бы ответить деньги на то, чтобы в каждом муниципальном образовании было не менее одного общедоступного пляжа. Потому что на сегодняшний день у нас только 5 общедоступных пляжей на всю Рязанскую область. Я в Веномстве не считаю, потому что там определенный ограниченный контингент им пользуется, а общедоступных у нас, к сожалению, только 5. И причем должен отметить, что 4 только в Рязани, один в Рязанском районе, и в Рязанском районе сейчас планируется еще один открыть, и в Шиловском районе тоже. То есть я оговорился, 7 пляжей на сегодняшний день общедоступных будут действовать. Все остальные пляжи из тех 12, к сожалению, пока главы муниципальных образований из-за вопросов финансирования не готовы их открыть. Хотя уже, в общем-то, купальный сезон закрывается. Каким должен быть пляж? Чем он должен быть оборудован? И сколько людей на нем должно работать, чтобы он был безопасным и мог считаться полноценным? Ну, прежде всего, этот вопрос оговаривает это постановление правительства Рязанской области 240-го, в котором конкретно прописано пляж, требования к этому пляжу, что-то на нем должно быть. Но прежде всего, если так вот кратенько, можно сказать, что пляж от места отдыха, массового отдыха, традиционного отдыха, отличается прежде всем тем, что на пляже есть спасательный пост. Что такое спасательный пост? Это, прежде всего, не менее двух матросов-спасателей, имеющих навыки оказывать первую доврачебную помощь, умеющих плавать. То есть люди, которые в пляжной зоне сделают все возможное, чтобы не допустить гибели людей. И я должен сказать, что по статистике пока таких случаев у нас не было там, где есть спасательный пост, там, где работает пляж. Я имею в виду во время работы пляжа. То есть вероятность того, что произойдет несчастный случай со спасателями, она практически сведена к нулю. Станислав Петрович, вот все-таки последний вопрос я вам задам, и он будет следующим образом звучать. Сейчас пляжный сезон закончится. В какой русло вы направите свои силы? Чем будет заниматься ГИМС? Ну, я бы хотел сказать, прежде всего, что основная наша задача – это контроль надзорной деятельности за маломерными судами, базами, стоянками, пляжами, наплавными мостами, лодочными, ледовыми переправами. Поэтому основная наша задача – вот это. То есть безопасность – это одна из функций, то есть обеспечение профилактических мероприятий по недопущению гибели на водных объектах. Это одна из наших функций, так же, как и учет гибели людей на водных объектах. Это наша функция. Но мы все равно во время своих патрулирований, да, выполняя основную нашу задачу, при обнаружении большого скопления народа, ну, не один, там, два человека, там, группа, там, 10, 12, 15 человек, мы через громкоговорящую связь доводим до них меры безопасности, доводим до них информацию о том, сколько у нас погибло на данный момент. Основная причина гибели – призываем людей, прежде всего, следить за детьми, потому что каждый год у нас 2-3 человека детей гибнут. И, в общем-то, в этом году, если один ребенок погиб в зимний период, то в этом году уже именно в открытом водоеме, там, 13 с лишним лет, то же самое оставлен был без присмотра и купался в необорудованном и неприготовленном, подготовленном для этого месте. Поэтому, в общем-то, мы, занимаясь своей основной задачей, то есть контролем и надзором на водных объектах за маломерными судами, постоянно проводим профилактические мероприятия и раздаем листовки, проводим беседы. И с тех населенных пунктов, которые находятся на водных объектах, с неблагополучными семьями, то есть социально незащищенными, мы проводим тоже мероприятия, раздаем листовки, беседуем, рассказываем, какие меры нужно применять для того, чтобы, во-первых, и детей не оставить без присмотра. Потому что вот в Сынтуле, это вот, я уже сказал, ребенок погиб, у нас именно причина была, что он оставил, был весь присмотр и в полы не упал. Хотелось бы обратиться и сразу и к матерям, родственникам, но людям, у которых в семьях есть любители и порыбачить, потому что у нас во время рыбалки тоже происходит гибель, тоже люди и в состоянии алкогольного опьянения, иногда просто идут в одиночку и попадая в какую-то нестандартную ситуацию, никого рядом не оказывается и, в общем-то, был бы кто-то, уже бы гибели не было. Спасибо вам большое, Станислав Петрович. В гостях у нас был главный госинспектор по маломерным судам Рязанской области Станислав Егинов. Спасибо вам большое еще раз, что посетили нашу студию. А с вами мы увидимся через неделю. Всего самого хорошего. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин